Ребят, всем привет! Сегодня видео будет на тему автомобилей только от частников. Насколько это хорошо или насколько это плохо, давайте разбираться. Сегодня на примере Вольво будем разбираться. Почему Вольво? Потому что люди, которые приобретают Вольво, это спокойные люди, это педантичные, это как минимум технически образованные. Те, кто ездят на автомобилях Вольво, они их не козлят. Но так ли это? Давайте посмотрим. Задача следующая. Имеем бюджет в 9000 долларов автомобиль полноприводный Вольво XC70, потому что это универсал. В общем, нужен универсал повышенной проходимости, надежный, классный, поэтому Вольво. Это бюджет, не низкий, потому как машина нужна до 2007 года. Первый представитель у нас находится под Киевом. Офигительный серебристый человек, владеет машиной 8 лет подряд, без смены владельца. Должна быть хорошая машина. Едем смотреть. На монтаже видео стало понятно, что не хватает одного кусочка легкого пояснения. Пока мы осматривали этот автомобиль, ну буквально пару минут, оператор не успел включить камеру по этому видео, по этому Вольво нет по первому. Но если в двух словах, то такой очень-очень уставший аппарат. Очень, от слова, ну очень уставший. Поэтому он приехал, мы его посмотрели, я обошел вокруг машины, открыл-закрыл капот, сказали дяде до свидания, пока включили камеру, он уже поехал. Я же, в принципе, все сказал. Да я к тому, что этот товарищ козлит эту машину, за ней нифига не следит, в ней все разломано. Вот-вот, пока оно не встанет, это из разряда этих людей, вот пока оно точно не сломается, он делать этого не будет. Поэтому в данном аспекте просто жаль потраченного времени, хорошо хоть недалеко ездили. Что я могу сказать, таких уставших автомобилей на самом деле давно я не видел. Имею в виду среди Вольво, я опять-таки подчеркну, вот среди Вольво таких уставших машин, в формате того, что за ней не следили и козлили ее вот так, потом вот так, и причем при всем при этом не меняя масла, потому как то, как закоксовалось у него, снимаем масляную крышку, горловину и видим, какие там коржи висят. Ну, я не знаю, как надо ненавидеть свой автомобиль, а потом его еще продавать за, ну, такие немалые деньги. То есть это совсем нифига не из рынка. Разбитое стекло, везде все течет, покрашенные. Ну, то, что покрашенный, то полбеды. Ну, то, что он покрашен как-то так очень нехорошо, то это такое дело. В общем, это уставший автомобиль. Он реально уставший. Ну, может быть, нам просто не повезло. Смотрим дальше. Звоним продавцу, звоним два раза. Алло. Алло, добрый день еще раз. Ну, в принципе, собираюсь ехать в Христиноку. Буду, наверное, там часа через четыре. Через четыре. Да, машина не убитая. Ну, такой, нормально. Вот и все. Ну, мне главное, чтобы был не убитый кузов. Не-не, кузов все живое. Акцентирую внимание, не бит ли автомобиль, все с ним хорошо. Вай, слушай, дорогой машин, вот-вот-вот, когда он болел, мы его к доктору водили. И вот, хорошая машина, приезжай, не пожалеешь. Выглядит офигительно. Ну, принимаем решение ехать. Мне все равно, какой цвет кожи у этого человека. Я люблю, чтобы люди были порядочными. То, что она крашеная, это факт. Вот, вот, аж, аж видно. Следующий слой. Вот, видите, шпаклевка. Плюс, вот. Вот здесь вот. Вот остался 15, скажи, может, красный. Ай, блин, дорогой, приезжай, машин не бит, не крашен. Я его не бил, я его не красил. Ну, что, одна дверь не крашеная. Ну, это вообще, блин, вылепленная. Здрасте. Здравствуйте. Вы же говорили, что она не крашеная. Я говорю, крашеная, билья, я знаю, билья, что. Не битая. В смысле, не битая? А вот это что? Здесь весь бампер зажеванный. Вот здесь он не битый был? Ну, вот это крыльо не при меня, а до меня битый был. Не бит его, не бит его. Крыльо битый был, 2006 год. Ну, спереди... Ну, да. Да, потому что спереди вообще битый не было. Ну, как это не было? Он спереди битый был? Он спереди крашеный. Сейчас покажу. Вот вся та сторона у него крашенная. Ну, эта сторона... Эта нет, а та да. Смотрите. Машина 2006 год. Вот видите остатки от краски? Где? Вот, на черном. Это? Это может что-то другое, какой остатки не может быть. Что остатки? Вот остатки выходят пальцем. Ну, да. Это шеврень, это все правильно. Вот так вот пошли. Да, это не шеврень, это реально вот она вылеплена. Вот здесь вот даже не хватило. Рихтовщик плохой. А? Рихтовщик плохой был, раз малер дорабатывал. Да ну, она... Смело. Ноль? Ну, в смысле, она не достает до металла. Тут вылеплена со шпаклёвкой. Оно здесь из кусочков латков собрано, поэтому... Где? Вот, смотрите, в телевизоре. А, телефон. Вот. Видите? Да. Видит? Они же не работают с этим магнитофоном. Это же левый мофон стоит. Есть. Партроны где стоят, я отключил. Пипикай ты, когда назад даешь, и не понимаешь. Что на этот магнитофон не включено? Есть. А это типа оригинальный такой он, да? Нет. Это китайский штучка. Я поставлю тут тоже. А у меня китайский стиль век, а я отменяю периодически. Вот эти, отключили. Здесь был парктроник родной. Заглушечка. Заглушечка. Нет, что-то такое привязанное. Да нет, это как бы уже сломанная заглушечка, и вот что осталось, то и привязали. Ну, типа, есть уже хорошо. Наглость этого товарища просто зашкаливает. Я ему говорю, вот объективно, вот это битое, вот, ну, крашеное, битое, сделано очень плохо внутри, наварено с кусков металла, только для того, чтобы оно просто не развалилось и как-то там держалось. На что мне отвечают, так слушай, ну, спереди же она не битая, классная машина, надо брать. Ну, скажу так, для этой машины это реально очень дорого, поэтому спасибо этому дому, поехали к другому. Спасибо за внимание. Даже, в принципе, ну, нам интересен целый кузов. Я перед тем, как ехать, спрашивал, целый ли кузов у этого автомобиля. Нет, ну, кузов ударов не был впереди, а тут задний крылья, я сказал, покрашено. Вы не сказали, что покрашено, если бы сказали, что покрашено, я бы не ехал. Я сказал, покрашено, друг. Крылья покрашено, а так машина ДТП не было. Спереди ДТП не было. Там крыло собрано из кусков в середине, в ДТП не было. Да я только что показывал. Там может быть и так. Ладно, спорить не будем. Кофе будем? Не, спасибо за гостеприимность. Спасибо, раньше далеко ехать. Да? Настолько дешевый и колхозный ремонт у этого автомобиля, что там, ну, даже бампер пошпаклеван. Хотя в Вольво бампер идет структурный, и он априори не окрашенный. То есть он вот такой пластиковый капроновый структурный, и он создан для того, чтобы им царапать деревья, заборы, не знаю, что угодно. Но только не шпаклевать его и не красить заново. Все равно это все видно, это все плохо сделано, и это все кусками отваливается. Компрессор кондиционера там, ну, он просто уже не то чтобы умирает. Вот он просто стоит на коленях, еще чуть-чуть он заклинит, и будет беда с этим компрессором кондиционера. А плохо, потому что фильтр стоит перед компрессором. И вот когда пойдет стружка, пойдет она по всей системе, и эту всю систему придется промывать, продувать. Но нет же, блин, нафига его ремонтировать, можно продать кому-то дальше, пусть кто-то мучается. Масло хлещет со всех дырок у этой машины. Как говорила учительница первая моя, надежда не умирает никогда. Мы едем дальше. И снова в Выжгороде видим тоже автомобиль, тоже Вольво. В семье машина практически 10 лет. Не меняла хозяев. Вот она есть. Использовался этот автомобиль для вылазок на природу. Ездил он зимой. В общем, по машине видно, что она действительно использовалась для природы, для вылазок. Машина действительно неплохая. Машина действительно прикольная. Есть у нее мелочи, есть у нее какие-то недостатки, как у любого автомобиля. Но мы имеем первый классный, более-менее живой автомобиль. Пусть у него даже крашено заднее правое крыло, но тем не менее, это первая нормальная машина. Ух ты, еб! Кто ж так пластиковую щиту закрел? Это специально с половиной. Это долбую вы закручивали, прости господи. Теперь давай еще раз. Ага, все. Да. Христовинка, но так все целенькое. Не, уже все. Пошатать, хотя давай пошатаем. За крышу ты имеешь в виду? Все, хорош. Что за звуки? Звуки амортизаторов. Бульбающих. Блин, легкая-легкая ржавчинка уже, конечно, пошла. Желудь надо. У заказчика появилась надежда. Надежда на то, что если есть один живой автомобиль, то, возможно, есть лучший автомобиль. Поэтому поиски продолжаются. Следующий автомобиль. Автомобиль тоже областной, белоцерковский. Часто профильные СТО, они настолько узкопрофильные, что люди, которые используют фольво, знают все мастерские в разных областях. И вот мне тоже особо не составило труда позвонить в несколько майстерен и узнать, а не был ли этот автомобиль где-то в обслуживании. И я нашел, где он был в обслуживании. Мне рассказали о том, что именно в этом автомобиле была поменена коробка, потому что старая пришла в негодность. Поменяли полуось, правда, одну. И вот на момент, когда подъезжал заказчик, я уже более-менее знал историю автомобиля. Мне не понравилась непорядочность человека в очередной раз. То есть человек ездит долго на автомобиле, неважно по какой причине он его продает, но мы сталкиваемся с неправдой. В формате того, что я машину не красил, покупал машину не крашеную, ничего не знаю, все хорошо, у меня классная машина. А где работают? Только масло меняли, ничего не делали. А какой в ней пробег? 196 тысяч, где что записано? Правая задняя крыла крашена и боковина. Мы ее дальше смотрим или в принципе неинтересно? Все понял. По факту имеем то, что машина крашеная. Причем крашена она с элементами шпаклевки. Хотя человек говорит, не крашеная. Я знаю о том, что этот автомобиль ремонтировался, ремонтировался, даже зная на каком СТО и что у него поменяли. Он говорит, нет. Я на СТО только менял масло в коробке. Я не менял коробку, здесь она классная, здесь она родная. Ответ очевиден. Нафиг надо такая машина. Потому что колупнись дальше и будет еще беда. Хотя у нас еще и в заявке машина должна быть не битая по кузову. Это основной критерий. Рядом есть автомобиль уже следующий. Тот модельный ряд, который был после 2007 года выпущенный. Находимся в этом городе. Почему бы не посмотреть эту машину? Несмотря на то, что она по самому дну рынка, вот дешевле просто нет. Плюс машина находится у перекупов, но мы рядом. Мы едем на нее посмотреть. Вот этот парень сейчас разворачивается. Вернее не этот парень, а этому парню выдали автомобиль, чтобы он показал. А в общем-то я на нем уже проехал и глюки здесь не с амортизаторами. Глюки здесь с кнопками на амортизаторы. Едет она очень бодро. Что-то там спереди какая-то рулевая тяга, скорее всего, подстукивает. Возможно, стойка стабилизатора. Сейчас будем посмотреть. А так я не ожидал. Реально машина прикольная. Амортизаторы у нее отрабатывают во всех трех режимах. Но западают кнопки спорт и advanced. Имеется в виду само нажатие кнопок. Оно переключается. На такое ощущение, что его кофем кто-то залил или что-то еще. В общем, пошел я вниз посмотреть. Сейчас будем глядеть. Свет так хорошо начиналось. Вызываем в Москву. Хороший двигатель. Нигде ничего не течет. С угловой передачи она уже уписалась. Судя по пробке, масло здесь меняли очень-очень давно. Не видно, чтобы ее ремонтировали. Хотя нет, видно, меняли. Наверное, фильтр. Смотришь, тоже или это заводской? Это заводской. А вот это уже нет. Я так понимаю, сейчас будут его перегружать. А тут? А что тут? Он заснул или что? Нарядно он так вмонтулился. Ух ты! Первый театр. Апофеоз событий. Мы имеем Volvo. Volvo XC70. Но более свежего модельного года. Несмотря на то, что мы посмотрели машину по низу рынка, к нашему удивлению, по технической части с этим автомобилем абсолютно все классно. Есть некоторые замечания, есть некоторые недостатки, но они некоторые и несерьезные. Из тяжелого, ну или же из серьезного, или же из недостатка, как я люблю говорить. Недостатки. Крашеный капот, ну здесь не то чтобы недостатки, в двух местах есть следы шпаклевки до 300 микрон. Что в принципе многие называют сущей косметикой. Но я констатирую факт того, что капот окрашен, левое переднее крыло имеет повторную окраску, точно так же, как левая передняя дверь и ровно так же, как задняя левая дверь. То есть левая сторона до заднего крыла здесь имеет окраску. И то здесь задняя дверь, переход цвета сделали, потому как, ну я это вижу, я это понимаю. Проемы целые. Правая сторона крышка багажника здесь целая. Сидение, состояние. Ну, предыдущий хозяин очень ухаживал за кожей. Пробег у этого автомобиля 170 тысяч. У нее закончились задние стойки стабилизатора. Протечет хвостовик на раздатке, ну или же на угловую передачу, правильно будет сказано, это место соединения, куда входит кардан. Левая рулевая тяга, ей полный алис, ну как она так, тарахтит. Правая уже на подходе. Ну, в общем-то и все. Ну, понятно, что машину нужно обслужить, нужно ей поменять масло, ей нужно, правильно сказать, поменять жидкости. Потому как масло здесь не только в двигателе, здесь надо поменять и антифриз, который никто никогда не менял, тормозную жидкость, масло в АКПП, в мостах, в общем, все это надо поменять. Так же, как в электронно-гидравлической муфте Haldex. Еще из минусов, здесь не полностью заряжен фреон, потому как на скорости кондиционирование автомобиля идет нормально, когда машина приостанавливается, не такой прохладный воздух. На самом деле, причиной этому может быть еще датчик давления, который выходит из строя. То есть здесь два варианта, либо маленький уровень фреона, либо же слабенький датчик. А в остальном машина просто бомба. Так вот, из офигительных плюсов этого автомобиля, это то, что она куплена тупо по низу рынка. Дешевле этой машины в Украине просто нет. Ближайшие ее конкуренты начинаются от 11 тысяч. Этот автомобиль мы сторговали за 9400 долларов. Из плюшек тут идет комплект зимних колес. Как ни странно, эту машину продавал не хозяин. Продавали те парни, которые занимаются продажей автомобилей. И вот это тот из небольших случаев, когда, ну, не то чтобы приятно иметь дело с перекупами. Здесь, наверное, не та будет фраза сказана. Правильно будет сказано, что приятно иметь дело с порядочными людьми, которые занимаются куплей и продажей автомобилей. И такие на самом деле есть. Мы имеем вкрашенный элемент. Вот этот капот, вот это крыло, вот эта дверь. И вот эта дверь. И все. Больше здесь ничего не крашено. Машина в офигительном состоянии. Из минусов я специально сюда залез. Показать вот где-то было что-то припечатано. И чуть-чуть ушла кожа. Имеем столик, который мне бесподобно нравится. Со всякими плюшечками. Здесь можно чего-то спрятать, положить. Здесь можно разложиться. Сюда можно поставить напитки, кофе. Крепления зафикс, они присутствуют, в принципе, у всех автомобилей с 2004 года. Из приятностей для любителей рыбалки, для любителей путешествий, а именно таким является наш заказчик, здесь сидения складываются в ровный пол. Имеем решетку от собак. И решетка это было обязательным условием для покупки автомобиля, потому что у заказчика есть собака. Также еще с желаемых параметров был автомобиль с фархопом, но фархопа здесь нет. Поэтому фархоп придется докупать отдельно. А так в общей своей массе машина за 9500 долларов, а если быть очень точным, за 9400 долларов, более чем офигительная. Это трехлитровый бензин, это турбированный двигатель, здесь не ремень, здесь цепь. Я, конечно, не могу сказать, что это вечный двигатель, но машина действительно очень неплохая. Все довольны, особенно я, потому что я не ожидал выбрать автомобиль с нижнего ценового сегмента. Я посмотрел по фотографиям, вроде бы ничего. Позвонил по телефону, парни тоже вменяемые, адекватные. Я искал подвох, я искал его долго. На самом деле мы эту машину рассматривали 2 дня. Это было вчера, я ее загонял на яму. Сегодня мы ее загоняли на СТО. Я также смотрел ее дополнительно. И из янов действительно в ней минимальное количество. Поэтому такое действительно бывает. Но это скорее исключение из правил, нежели закономерность. Ну а с вами был Николай Тарануха. Киев, компания Одинавто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok